Привет, друзья! С вами программа «Час без родителей». Театр кукол показывает премьеру «Хочу быть большим для шымкентских детей». Пойдемте! О, привет! А для чего вы сегодня сюда пришли? Ну, посмотреть театр. Для чего вообще на жизнь? Ну, чтобы чему-то научиться, знать чему-то новому. Ты для чего пришла на спектакль? Чтобы увидеть и чтобы всем детям было весело. Я первый раз сюда пришел, пришел вместе с учительницей. Спектакли нужны, чтобы развлекать детей, чтобы дети узнавали все новое. Не знаю, сейчас посмотрим. Я думаю, что это показывает сказку. Я еще маленькая, не знаю. Не знаю. Это когда участвует много актеров. Они играют роли зверей, птиц, насекомых. Когда актеры играют какие-то роли, ну, например, русалочку Ариэль. Они выходят на сцену и красиво показывают. Я большой, а ты маленький, потеряться сможешь. Маленький! Маленький! Мне понравился котенок. Я сюда еще приду. Мне понравился в спектакле котенок. Лев. В спектакле чему научил? Надо быть и маленьким, и большим. Чего же ты хочешь, а? Чего же ты хочешь? Хочу, чтобы ласкали меня и боюкали колыбельную ночью. А? Колыбельную ночью? Колыбельную ночью. Мама, праздни меня, мамочка. Ой, и вы тоже праздни меня, пожалуйста. Война. Ой, ну ладно. Ладошка. И меня, простите. О-о-о-о. А я все поняла. А не просто хотят быть, а хорошие. О, режиссер, пошлите найдем режиссера и спросим, откуда у нее берутся такие идеи для кукольных театров. Здравствуйте. Здравствуйте. А откуда вы берете такие идеи для спектакля? Ну, прежде чем вообще родиться спектаклью, сначала выбирается пьеса, драматургический материал, по-взрослому называя. Затем существует такая вещь, как художественный совет в театре, который утверждает, то есть годится ли такая пьеса, потому что там сразу идет разговор о том, какая тема поднимается в спектакле, актуальна ли она для нынешних детей. Потому что, допустим, спектакль, который вы сегодня смотрели, пьеса была написана лет 30 назад. Как она должна быть интересна? Представляешь, когда она была написана? 30 лет назад. Тогда были детишки другие, другого развития, другой ментальности, другого, может быть, даже, я бы даже сказала, воспитания. И как же нужно эту пьесу поставить, чтобы она была интересна этим детям? Поэтому, вот, если говорить об идее, то поэтому у режиссера с художником возникает идея, а почему бы тогда не применить такой прием, что декорации выстраиваются из известной детям игры, из лего. Вот я сегодня только спросила, кто играет в лего, и подняли руку все. И поэтому, ну, наверное, вот идея в этом была, чтобы осовременить эту вещь, которая говорит, ну, спектакль такой задумчивый немножко, да, задумчивый. У нас вот некоторые зрители приходят, говорят, мы до этого смотрели такие веселые спектакли, мы все время здесь, здесь все сидят и задумываются, да, почему герои вдруг там сказали, я большим не хочу быть, а я маленьким не хочу, почему они в том мнение свое поменяли. Вот, когда поднимается такой вопрос, художественный совет рассматривает, допустим, годится вообще такая пьеса нам в постановку или нет. Если годится, и ее утверждают, тогда уже художник с режиссером решают, вот в каком ключе можно ставить спектакль. Еще, еще плотно, потому что премьера, потому что обеззрательная на премьере. Спасибо большое.